Салам, шалам, дорогие друзья! В Москве наступило лето, и это прекрасное настроение, прекрасное ощущение, которое нам дарит солнце и хорошая погода. Ни в коем случае не должно омрачаться какими-то проблемами, какими-то ущербами для нашей души. Особенно мы, мужчины, должны обращать на это очень большое внимание. Что сейчас, к сожалению, многие забывают о скромности под предлогом, ну не умереть же нам сейчас, не умереть же нам от жажды, от духоты, не этого же или хочет Всевышний. Не изучая, люди, которые не изучают, чего хочет Всевышний, в принципе, очень легко рассуждать о том, чего хочет Всевышний. Да, это написано, если кто хочет знать, тот может узнать, это написано в наших святых книгах. И, конечно же, скромность, достойное поведение – это самое первое, чего от нас, от евреев требует Акадош Баруху. И мы должны очень быть осторожны сегодня, мужчины, особенно должны быть осторожны на улице сегодня, чтобы не смотреть на запрещенные вещи, чтобы не вглядываться в то, что не твое. Чужая женщина – это не твое. И мы должны быть осторожны, чтобы не всматриваться и не любоваться тем, что нам не принадлежит. Потому что кто сказал, что мы можем это сделать? Кто это сказал? Ну, конечно же, в наше время, в 21 веке, только улица и только лето нам в этом плане далеко не единственная преграда для наших глаз, которые есть сейчас вокруг. И каждый мужчина, каждый еврей, который заботится о своей душе, должен это понимать. У него лето может быть сейчас где угодно, где бы он ни находился. Только открой интернет, только открой телевизор, платные каналы и так далее. Ты окажешься сразу в Пальма-де-Майорке, хорошая погода, соответствующие пейзажи, главные герои. И на самом деле это не меньше вредит душе, еврейской душе, чем то, что человек выходит на улицу и наблюдает что-то на улице. Сейчас многие могут сказать, я вообще не хожу на улицу, что мне там делать? Правильно, наши люди больше ориентированы на то, чтобы работать в будни, а в выходные выезжают куда-нибудь на природу и так далее. Своей семьей, особенно он не тратит свою энергию, свои глаза на то, чтобы смотреть направо-налево. Но когда мы находимся один на один со своим телефоном, когда мы находимся один на один с телевизором, и никто нам не мешает что-то смотреть, вот тут-то и наступает тот момент, когда человек должен решить, что я сейчас должен защитить свои глаза от того, чтобы не смотреть на запрещенные вещи, на то, что мне не принадлежит, на что-то, что не мое. И очень предупреждают по этому поводу наши мудрецы, очень предупреждают по поводу, например, что если когда невеста входит в зал под хупу, да, и говорят нам мудрецы, не должны мужчины смотреть на нее. Не должны. И даже свидетели, даже свидетели, которые смотрят, они должны смотреть на палец, как жених надевает на палец кольцо, и должны засвидетельствовать этот момент, что Мекудешет, Мекудешет, она посвящена, они должны говорить, она посвящена. Даже только предупреждают наши мудрецы, что Ябиога, Равадья пишет, Дзихон, Либраха в четвертом хелике, что непосредственно на сам процесс надевания кольца. И не должны смотреть на лицо невесты, не должны смотреть. Также Гемора, Шаббат, 140-й лист, Аудбет, говорит, хорошо воздержаться и не смотреть на кровать мужа и жены, особенно если они твои знакомые. Так как мы любим заводить друзей в дома и показывать им все вокруг, направо, налево, все углы, а наши мудрецы говорят, спальня – это святое место. Там, где спят муж и жена, нельзя это показывать. Почему? Увидит мужчина, и какие-то мысли у него могут появиться, или та же женщина, и какие-то мысли. Это все наносит, это все на уровне ущерба нашей душе, друзья. Это все на этом уровне имеется в виду. Даже что говорят наши мудрецы, что мужчина, который раздраженный, который злой, который орущий, нельзя смотреть в его лицо. Известно, что человек, который злится, который злится, он как будто служит и был. И человек, который смотрит, получает гам, получает ущерб своей душе от этого. Есть мудрецы, которые говорят, что это не на уровне закона, а непосредственно на уровне, что хорошо это делать. Это счастлив тот, кто удостоится защищать свои глаза на этом уровне. Но Равадия, например, в Хелик Беомир, Хелик Бафф, шестой раздел, устражает очень сильно и говорит, что все эти вещи, которые мешают душе еврея увидеть Творца, мы должны на это быть очень осторожны. И это все скромность наших глаз, это начало всей скромности нашей жизни. Всей скромности нашей жизни. Даже молодые люди, которые еще не женаты, насколько они должны опасаться того, чтобы не наслаждаться раздетыми девочками, не скромными девочками. Почему? Потому что потом они приходят к скромным девочкам, и они им уже не нравятся. Почему? Потому что у нас мозг уже реклама, уже информация, она переполнена тем, как я себе представляю, а скромная девочка, и она мне уже не нравится. Поэтому мы должны быть с этим очень осторожны, друзья. Даже если кто-то может сказать отъед сарара, отъед сарара все такие разговоры, что ах, ты еще не соблюдаешь шаббат, не кушаешь кошерное, а ты хочешь заниматься тем, что защищать свои глаза, перестань, это хаседут, это слишком большой уровень. Нет. Есть вред своим глазам, есть вред скромности, а есть несоблюдение шаббата. Это разные вещи. Человек, то, что может, он обязан сделать. Это отдельно, это отдельно. За несоблюдение шаббата отдельно спрашивают, за несоблюдение скромности совершенно отдельно спрашивают. Поэтому мы должны стараться, что человек может сделать, должен сделать максимум. И дай Бог всем, много-много сил, особенно в этот летний период, чтобы побеждать все цара, побеждать наше плохое начало, для того, чтобы получить больше благословения. Чем наша душа, еврейская душа, она чиста, тем больше мы увидим Творца. И чем наш мозг, чист от ненужной информации, тем больше мы можем думать о наших делах, о нашей семье, о нашем бизнесе, тем острее наш ум. Как? Тем, чтобы мы не загружаем наш мозг ненужный, развратный, плохой и закрывающий, запечатывающий наш мозг информацией. Всем желаю больших сил в борьбе за чистый мозг, чистый разум, скромность и тем самым благословенную жизнь. Всем шабуатов!